Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Образовательный проект 500+, насколько успешно он реализуется в школах республики, репортаж Вести. Уже полицейские вымогали деньги у жителя Зеленчукска, они задержаны, возбуждено уголовное дело. К живым огням родного очага Дни Абазинской литературы и искусства стартовали в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Пропаганда и популяризация физкультуры и спорта, социальная адаптация инвалидов, фестиваль ГТО прошел в Черкесске. Вопрос социально-экономического развития Карачаева-Черкесии в новых условиях обсудили Рашид Тимрезов с вице-премьерами региона. Глава обозначил приоритетную на сегодняшний день задачу – обеспечить стопроцентное использование всех взятых на себя обязательств, максимально использовать все меры поддержки различных отраслей экономики, принятые на федеральном уровне. Он указал на необходимость минимизировать и свести к нулю влияние антироссийских санкций на экономику республики. С 2020 года Карачаева-Черкесия участвует в федеральном образовательном проекте 500+. Насколько успешно он реализуется в школах республики? Этой теме было посвящено совещание в Региональном институте повышения квалификации работников образования. Подробности в репортаже Артура Мхце. Вторая школа – одно из двух общеобразовательных учреждений Черкеска, попавших в федеральный проект 500+. Пока большинство рейтингов определяют лучших в той или иной номинации, вторую и восьмую городские школы по итогам прошедшего в 2020 году мониторинга включили в экспериментальный список организаций с низкими результатами. По мнению экспертов, есть шесть рисков, которые так или иначе проявляются в образовательном процессе. В их числе дефицит педагогических кадров, высокая доля учеников с плохой успеваемостью, недостаточные мотивации обучающихся и уровень оснащённости материально-технической базы. Впрочем, сделанная под руководством кураторов работа над ошибками позволила этому учреждению всего за пару лет войти в пятёрку лучших в Черкесске. Муниципальный этап, региональный этап, у нас тоже там были низкие показатели в 2019-2020 году. Это было у нас рейтинговое место, только всего лишь на 13-м месте были. В 2020-2021 году школа вышла на 6-е место. Вот прошёл этап, в 2021-2024 год мы уже на 5-м месте. Рейтинг наш растёт. Для успешной реализации данного проекта управлением образованием мэрии города Черкеска была проделана определённая работа. Это создание координационного совета по поддержке школ с низкими образовательными результатами. Это разработка дорожной карты в соответствии с чем уже координационный совет работал. Это назначение муниципального координатора, который обеспечивал контроль эффективной работы данных школ по проекту. Впрочем, нельзя говорить, что ранее попавшие в образовательный процесс 500 плюс школы слишком уж выбивались из общего списка. В большинстве подобных учреждений региональной столицы есть схожие проблемы. Например, необходимость качественного пополнения педагогического состава. Желательно молодыми специалистами, на которых можно будет рассчитывать на много лет вперёд. Так, вторая школа всего за пару лет пополнилась восемью такими педагогами. Собственно, поиск решения важных образовательных задач и стоял в приоритете у участников прошедшего на днях совещания в региональном институте повышения квалификации профильных работников. Как выйти из данной ситуации? Учителя повышают квалификацию. Дети привлекаются в секции дополнительного образования. С детьми применяются новейшие образовательные технологии и так далее. В том числе у нас налаживается сетевое взаимодействие. То есть мы всецело используем все ресурсы, которые нам позволяет национальный проект образования. За три года, что существует федеральный проект, участие в нём приняли 29 школ Карачаево-Черкесии. По задумке инициаторов, итогом 500 плюс должно стать выполнение стратегической цели, поставленной президентом России – войти в десятку лучших мировых систем по качеству образования. Артур Мхцера, Солбердиев, Максим Долгов. Вести. Карачаево-Черкесия. Оперативник уголовного розыска отдела МВД России по Черкесску задержали за вымогательство лжеполицейских. Преступники, представившиеся сотрудниками полиции, вымогали деньги у жителей Зеленчукской. По версии лжеполицейских, они подозревали молодого человека в осуществлении тайников закладов с наркотиками и потребовали для проверки мобильный телефон. Далее указанные лица стали вымогать у него денежные средства в сумме 50 тысяч рублей за якобы укрытие его преступления. По подразумению совершения данного преступления задержаны два жителя республики и один из Ставропольского края. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения четвертого. Следственным отделом возбуждено уголовное дело, а следствие продолжается. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По данному факту сотрудниками отдела уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых была установлена и задержана автомашина, о которой передвигались предполагаемые преступники. Данные лица были доставлены в отдел МВД России по городу Черкесску, где дали признательные показания. Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии провели встречу с учащимися колледжа СКГ. Встреча началась с минуты молчания памяти о выпускнике отделения управления Северокавказской академии Назаре Гачаеве. Он погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Куратор группы Анжела Тукова рассказала, какими чертами обладал Назар Гачаев, как он трепетно относился к родине, почитал своих родителей и уважал учителей. Старший его переполномоченный ЦП Ирина Пхешкова рассказала присутствующим о терроризме, о том, что он влечет в разрушение материальных и духовных ценностей, сеет вражду между государствами, провоцирует войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с распространением экстремизма в сети интернет, деятельности различных националистических и молодежных группировок, религиозных сект и других деструктивных организаций. Веси из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 519 человек. Из них 44 243 выздоровели, 42 человека госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах со снегом, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14, температура ночи 0,5, в северных и центральных районах воздухе и на поверхности почвы с заморозки до минус 3, в горах 3,8, ниже нуля, днем 7-12 со знаком «плюс» и местами минус 1, плюс 4. В Черкесии небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14, температура ночи 0, плюс 2, а днем 9-11 градусов тепла. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на День открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 16 апреля по адресу город Пятигорск, проспект Ленина, 9. Он настоящий, обескураживающий, презентабельный, с остальным характером и безупречным стилем. От него пахнет успехом, и он только твой. Айленд. Диван с характером. От мебельной фабрики «Ангажемент». Только в апреле и только для вас. Диваны коллекции «Айленд» со скидкой 25%. Мебельный салон «Ангажемент». Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Дни абазинской литературы и искусства. К живым огням родного очага. Стартовали в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой. Мероприятие проходит в рамках декады литературы народов Карачаева-Черкесии. В этом году они посвящены столетию образования региона и столетию открытия республиканской библиотеки. Альбина Ламкова продолжит тему. В фае-библиотеке организована большая книжная выставка на тему художественная культура абазинского народа. Вниманию гостей представлены редкие ценные книги из фондов отдела центрального книгохранения. Это произведения классиков абазинской литературы и сочинения литераторов наших современников. Стала доброй традицией проводить в Государственной национальной библиотеке ежегодно декады литературы народов Карачаева-Черкесии. На мероприятие были приглашены представители культурно-просветительского общества «Алашара», журналисты республиканских газет, творческая интеллигенция региона, известные люди абазинского народа, студенты и даже малыши из детского сада «Улапсыж», которые приветствовали всех гостей мероприятия. Они прочитали стихи на абазинском языке и представили миниатюру. Кая, наркота, девчонки, возраст. Папа, дружи, а у вас и саха, туля, качаши, яид, хракила. Специалисты библиотеки проделали большую работу, чтобы восстановить забытые и утраченные факты из истории народов Карачаева-Черкесии. Хочу отметить огромное усилие и заслуга в выпуске указанных книг журналистов газеты «Абазар», что ее главного редактора, заслуженного журналиста Куловой Фардауско-Азибановной. Практические материалы всех этих книг проходили, так скажем, через эту газету. Салых Абчаев отметил, что данные декады благотворно влияют на читателей и в особенности на молодежь Карачаева-Черкесии. Эти мероприятия в год, в столетие Карачаева-Черкесии всегда не имели очень важное значение, а в год, в столетие становятся еще более яркими. И то, что сегодня присутствует много молодежи, много детишек, и столько внимания уделено и основателям, классикам абазинской литературы, и молодым писателям, поэтам. Замечательные выставки подготовлены. Это все работает на укрепление наших прекрасных отношений в нашей самой дружной, самой солнечной республике. Заключительная часть мероприятия была посвящена творческому пути секретаря Союза писателей России, доктора экономических наук и профессора Олега Этлухова. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Во Дворце спорта юбилейный состоялся фестиваль ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню здоровья. Собрали все от мала до велика. Самому младшему участнику едва ли исполнилось 6 лет, а старшему за 60. Все они демонстрировали фееричный настрой, а также бодрость и силу духа. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Цель фестиваля – пропаганда и популяризация физкультуры и спорта для сохранения активного образа жизни, социальной адаптации инвалидов и взаимодействия их в обществе. Невозможно было не увидеть искренние лица участников. В глазах их читался азарт, восторг, желание проявить себя в разных видах спорта. Под музыку выполнялись различные упражнения, а также в перерывах можно было увидеть танцующих ребят. Я уверен, что вы все сдадите достойно, каждый со своей степенью, возрастной степенью, свои результаты. Поэтому я в первую очередь являлся вашего настроения, успехов, всего самого хорошего. Самые красивые, самые смелые, самые добрые вы здесь собрались. И очень приятно смотреть на вас, и очень приятно, что вы полноценно, каждый из вас включаете в свою жизнь, в спорт, в здоровый образ жизни. Более 85 человек приняли участие в мероприятии. Присутствующие показали ловкость, смелость, выносливость по следующим семи дисциплинам. Поднятие туловища из положения лежа на спине, подтягивания на турнике, отжимания, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель и другие. Если вы сейчас походите по базам, посмотрите, они прям соревнуются, как за первое место. У нас здесь различные виды инвалидности, и под каждую инвалидность предусмотрен норматив, который именно для его здоровья подходящий. И пойти посмотреть, там у них жаркие споры. Очень интересно, что соревнования проходят во всех возрастных категориях. Ввиду этого конкуренция и соперничество возрастает, интерес к спорту вырастает все больше. Были бурные споры, было веселье, было желание победить. Ну а самое главное, все участники относятся с большим уважением друг к другу. Спорт – это жизнь. Веруй в себя. И удачи. Всех присутствующих поблагодарили за участие во всероссийской акции «Готов к труду и обороне» и наградили дипломами и сертификатами. Альбина Курачинова-Кенжева, Расул Бердеев. Вести. Карачаева. Черкисия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. отец.